15 июня традиционно считается днем открытия во Владивостоке купального сезона. И к этому моменту пляжи должны быть абсолютно готовы принять отдыхающих. Учесть нужно все, создать комфортные условия на берегу и, конечно, позаботиться о безопасности людей. Проверить, как арендаторы соблюдают необходимые требования, вышла специальная комиссия, в составе которой представители администрации города, Роспотребнадзора, ГИМС, МЧС и других структур. Основное – это водолазная очистка дна, это диротизация обязательно, чтобы ключей не было, ну и также наличие урн, чтобы туалеты соответствовали нормальному санитарному состоянию и так далее. В общем, все, что предусмотрено для пляжей, все мы это проверяем. Кроме того, регулярно должны проводиться очистка и рыхление песка, а в местах, где разрешено купание, необходимо установить раздевалки и душевые кабины, оснастить территории спасательными постами, стендами, щитами, медпунктами, радиосвязью. К арендаторам территории применяется и ряд других требований, которые они обязаны соблюдать. Так, активная подготовка к пляжному сезону идет в парке культуры и отдыха имени Сергея Лозо на станции «Санаторный». Нам осталось только сделать на морской территории, там, заградительные буйки поставить, ну, такую минимальную. А так, вся наземная часть готова, а коррецидная обработка у нас будет завтра полностью по парку. Также по парку добавлены в этом году новая раздевалка в одном углу влево, душевая кабинка сделана. И такая, самое важное, что сделана комната для отдыха родителей с детьми именно, где можно оставить ребенка, с ним будут заниматься какими-то играми, там будут какие-то мастер-классы. В парке созданы все условия для комфортного отдыха и детей, и взрослых. Батуты, шезлонги, веревочный парк, лодки класса «Дракон», катамараны. Будет работать и выставка культуры и быта малых народностей Приморского края. Также в этом году здесь будет создан пляж для людей с ограниченными возможностями. Специалисты смонтируют дорожку из твердого покрытия до песчаной полосы, а на песке сделают деревянный настил. Установят террасу с кабинкой для переодевания и душ. С помощью специальной коляски оборудованного спуска к морю маломобильные горожане смогут купаться. Анна Бережная, Новости на Восьмом.